МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Думаете, что вы в безопасности? И ваши телефонные разговоры не слышат посторонние, а деньги на кредитной карте надежно защищены? Ошибаетесь. Нас окружают невидимые шпионы. Мобильные телефоны, компьютеры, камеры наблюдения и даже космические системы. Ежедневно они собирают огромное досье на каждого человека и отправляют его в единое хранилище. Вся жизнь 7 миллиардов жителей планеты хранится в огромной базе данных в местечке Плавдейл, американского штата Юта. Центр сбора информации занимает площадь в один квадратный километр. Те, кто контролирует это мегахранилище, уже знают, сейчас именно вы смотрите этот фильм. И скрыться от их всевидящего ока невозможно. Теория заговора. Компьютерный шпионаж. Каждый раз, когда вы совершаете звонок, пишете электронное письмо или расплачиваетесь пластиковой картой, вы оставляете следы. И правительство решило, что было бы здорово отслеживать и сохранять в базе данных абсолютно все. Информацию о каждом из нас собирают, накапливают и анализируют. Но как ее используют? И как информация, которой мы добровольно делимся, делает нас беззащитными? Впервые. Вся правда о цифровом мире, который мы создали своими руками. Смотрите прямо сейчас, как с вашего компьютера воруют ваши деньги. Несколько миллионов человек по одному доллару. Все равно, понимаете, все равно будет несколько миллионов долларов. Ликопластырь для компьютера. Зачем специалисты заклеивают веб-камеру ноутбука? Директор ФБР, заклеивай свою собственную веб-камеру. Он не доверяет своей веб-камере? Персональный компьютер. Такой ли он персональный? И кто в компьютере хозяин? Компьютер всегда соединен с интернетом. Вы ушли на работу, а он начинает рассылать спам. Сенсационные и совершенно секретные данные, добытые Эдвардом Сноуденом. За обнародование каких фактов его приговорили к 30 годам тюрьмы? Конечно, он показал одну из дубин мирового жандарма, которую не любят все и ненавидят все. Право на частную жизнь. Как защитить себя и своих детей в современном цифровом мире? Если к кому-то нужно будет до вас добраться, или, не дай бог, до вашей семьи, то здесь действительно могут начаться проблемы. Теория заговора. Смотрите прямо сейчас. Знакомая всем картина. Семейный вечер, дети, ужин, телевизор. На столе ноутбук, включенный еще со вчерашнего дня. Его никто не замечает, а между тем сам ноутбук замечает все. Мало кто знает, что веб-камера многих компьютеров работает постоянно. Ваш семейный вечер, лица ваших детей, поцелуи любимого человека записываются, архивируются и складываются в специальное интернет-хранилище. В самых благих, как нам говорят, целях. Ваш компьютер становится таким роботом, один из членов там сети на 100 тысяч компьютеров или на миллион, который выполняет то, что им из управляющего центра говорят. Вы, как правило, можете об этом даже и не знать. У вас дома, например, ну или у кого-то дома компьютер всегда соединен с интернетом. Вы ушли на работу, а он начинает рассылать спам или там осуществлять ДОС-атаку на какой-нибудь там сайт. Так работает так называемая система сбора больших данных. Раньше коммерсантам приходилось заказывать дорогостоящие опросы общественного мнения. Социологам вручную обзванивают потребителей и выяснять, какие товары предпочитают люди. А теперь все делает компьютер. Вы наверняка обращали внимание. Стоит вам поискать что-то в интернете, как вы немедленно начинаете видеть рекламу именно этого товара. И не удивляйтесь, да, что если веб-камера поймет, что вы задержите взгляд на определенном профиле женского лица дольше, чем на всех остальных, что завтра с любого цифрового баннера на вас будут смотреть именно вот это лицо. Более того, новые технологии уже позволяют компьютеру слышать вас. Например, если вы обсуждаете с приятелем покупку нового автомобиля и делаете это рядом с дорогим компьютером, подключенным к интернету, скорее всего, он вас услышит и быстренько предложит рекламу автомобиля, о котором вы говорили. Вы посмотрели, скажем, автомобили какие-то интересные, нам стали базы, да, или неважно, что. Смотрели автомобили. Пошли гулять дальше по сайтам, развлекательными, а вас продолжает преследовать реклама автомобилей. То есть идет сквозная реклама, и вы думаете, что ж такое, это Мазда заполнила весь интернет. Почему? Да потому что это ваша персональная реклама, она показывает только вам. Вы спросите, что в этом плохого? Сейчас объясним. Все видели эти замечательные кадры, где основатель Фейсбука сидит с заклеенной веб-камерой и с заклеенным микрофоном. Может быть, он не опасается слежки за ним, но он просто таким образом предупреждает всех пользователей, что это реальная угроза. Даже нынешний директор ФБРСША, которого еще не уволили, я думаю, что его уволят, и который, в общем, сыграл свою роль в поражении Клинтон, даже он заклеивает свою собственную веб-камеру. Соответственно, а чего уж говорить об обычных пользователях, которые об этом даже не думают? Это так называемый тачпад. Небольшое прямоугольное поле на вашем ноутбуке, которое позволяет избежать использования компьютерной мыши. Далеко не все знают, что этот сенсорный экран, который воспринимает прикосновение кожи человека, также способен запоминать отпечатки пальцев хозяина ноутбука. Спецслужбы так собирают данные о местонахождении преступников, и это вроде как хорошо. Но представим на мгновение, что ваши отпечатки пальцев попали в руки злоумышленников, сильных программистов, которых обычно называют хакерами. Вы опомниться не успеете, как станете обвиняемым по делу об убийстве, краже со взломом, нападении на полицейского и хакерской атаке на крупный банк. Почему? Да везде будут ваши отпечатки. Доказывайте потом, что вы из дома не выходили. За всем этим стоит программа «Призма», которая демонстрирует, как правительство США использует наши корпорации для достижения собственных целей. Они ведут запись всей вашей жизни. Это легендарный Эдвард Сноуден, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности, главной спецслужбы США, который бежал из Америки с огромным количеством компромата на правительство. Сейчас он скрывается в России, на родине. Эдварду Сноудену грозит 30 лет лишения свободы за то, что он отправил журналистам газет «Гардиан» и «Вашингтон-Пост» вот эту совершенно секретную презентацию, которая должна была оставаться в тайне еще минимум полвека. Она предназначена для обучения сотрудников Агентства национальной безопасности США работе с программой «Призма». Эта программа предоставляет доступ к полному досье на каждого живущего на планете человека, который пользуется компьютером и сетью интернет. Не верите, что это возможно? «Призма» является одной из программ, позволяющих отслеживать телефонные разговоры и информацию на сайтах, то есть информресурсы, практически по всему миру. Вот эти материалы, которые выкрал Сноуден. Работа выполнена в виде презентации в популярной программе «Пауэрпойнт». Рассмотрим первый слайд внимательно. Справа название и символ программы. «Призма». Довольно поэтичная метафора. Как луч света, проходя через призму, распадается на спектр цветов радуги, так, пропуская человека через призму, мы видим о человеке все, все его составляют. Слева американский ястреб держит в когтях земной шар. По кругу надпись. Операции, проведенные при помощи специальных источников. Сверху сами эти источники. Знаменитые названия. На этом слайде даты присоединения к программе «Призма» крупнейших сотовых операторов социальных сетей и компьютерных корпораций. «Майкрософт», 2007 год. Почтовый сервис «Яху», декабрь 2008-го. Корпорация «Гугл», январь 9-го. Социальная сеть «Фейсбук», июнь 2009-го. Видеохостинг «Ютюб», 10-й год. Одна из самых дорогих, крупнейших в мире компаний корпорация «Эппл» присоединилась в последней, в октябре 2012-го. Фактически человек лишается какой-либо частной жизни. То есть право на частную жизнь, на ее, так сказать, сокровенность, оно практически исчезает. Как это работает на практике? Сотруднику спецслужб достаточно набрать в поисковой строке программы «Призма» данные на человека, например, на вас, сидящего сейчас перед экраном жителя России, ваше имя, фамилию и любые уточняющие сведения, например, дату рождения, вес, рост или место жительства. Все остальное «Призма» сделает самостоятельно. Она пошлет о вас запрос в вышеупомянутые интернет-компании и получит доступ ко всем вашим звонкам, страничкам, СМСкам, фотографиям ваших детей, перепискам с друзьями, маршрутом и ресторанам, к вашим счетам в банке и неоплаченным налогам, даже к списку продуктов и вещей, которые вы купили за всю свою жизнь. Потому что многие магазины, щедро снабжающие нас дисконтными картами, благополучно сотрудничают с программой «Призма». И вот это выражение «Мы все под колпаком у Мюллера», вот его и реализовало Агентство национальной безопасности. «Мы все под колпаком Большого Брата». Сведения о вас наберется огромное количество. И чтобы специалист АНБ или ЦРУ не утонул в этом потоке данных, программа разложит их по специальным папкам, согласно вот этой схеме. В папку «Майнвей» и «Марина» будут сложены все ваши движения в интернете. «Марина» – кодовое слово для обозначения ваших сетевых предпочтений. Какие сайты вы посещаете, что пишете, что и сколько раз лайкаете, какие фильмы и ролики смотрите. «Майнвей» – это все ваши разговоры в интернете, например, звонки по скайпу. Тут объединение властью, когда у вас есть возможность перехватить все, что возможно. И вы к этому предложили, кстати, гениальное количество усилий и инженерных решений, о которых, кстати, Сноуден ведь пока ничего не сказал. Он сказал, что произошло, но он ведь не сказал, как это сделано. В папку «Пинвейл» сложат все имеющиеся видеозаписи с вами, а папка «Нуклеон» – это все ваши телефонные разговоры. Ваша вчерашняя ссора с женой там тоже будет, не сомневайтесь. Социальные, скажем так, структуры, сервисы имеют неплохой заработок со стороной спецслужб, предоставляя данные о своем потребителе незаконные, тем же самым государственным структурам. Вспомогательные папки, как, например, ножницы, помогут сотруднику спецслужб отфильтровать лишние данные. Программа сама отберет ваши телефонные разговоры или записи в интернете по определенным поисковым словам. Если сегодня на какого-то человека будет сфокусировано внимание, то уже через какое-то короткое время о нем будет известно, кому надо гораздо больше, чем даже знает сам этот человек о себе. При помощи программы «Призма» спецслужбы США имеют доступ к личным данным всех, у кого есть доступ в интернет. Теперь мы фактически все на ладони. Если кому-то нужно будет до вас добраться, или, не дай бог, до вашей семьи, то вот здесь действительно могут начаться проблемы, потому что вы сами все о себе и рассказали. И это еще далеко не все возможности, которыми располагает пресловутая система сбора больших данных. Невидимые агенты могут не просто за вами следить. Возможности современной техники таковы, что вам уже могут вполне ощутимо навредить. Смотрите далее. Чего добиваются создатели системы всеобщей слежки? Основная цель – заменить человека, конечно. Везде, где может работать сейчас человек, может работать машина. Куда поступает и как используется вся украденная из ваших компьютеров информация? Огромный сборщик информации – это агентство национальной безопасности и киберкомандование США, названное Сайдерком. И правда о новой гонке вооружений. Что такое кибероружие? И почему военные эксперты сравнивают его с ядерным? Мир переходит постепенно от мира ядерного сдержанного к миру киберсдержанного, киберугроз. Что нужно знать и к чему необходимо быть готовым каждому из нас? Наверняка вы или ваши родственники хотя бы раз покупали авиабилеты в интернете. А вы знаете, что если вы покупаете авиабилет с дорогого компьютера и находитесь при этом в Москве, он будет стоить немного дороже, чем билет, купленный из дешевого компьютера, находящегося, скажем, в Краснодаре. Интернет-программы, которые продают нам вещи, знают ваш пол, возраст, местоположение и, главное, доход. И предлагают вам цены, исходя из ваших, скажем так, возможностей. Сначала мы поищем билет Краснодар-Москва на 18 декабря с дорогого компьютера. Мы видим, билет стоит 2759 рублей. Теперь мы попробуем найти этот же билет на дешевом компьютере. Делаем то же самое. Выбираем те же самые параметры. Краснодар, Москва и 18 декабря. Получаем билет. Тот же самый билет 2659 рублей. Все мы, сидящие сейчас у экранов, в мировой торговой сети распределены, квалифицированы и разложены по полочкам. 30-летней женщине из Москвы, владелице айфона. Популярный интернет-магазин продаст диван за 10 тысяч рублей. А 50-летнему мужчине из Хабаровска, который пользуется дешевым смартфоном, тот же самый диван предложат за 7 тысяч. Откуда компьютер знает, сколько у вас денег? Все сервисы знают, кто вы, что вы. Если вы заходите с дорогого айфона, вам можно предложить другой товар. Алгоритмы, они все очень понятные, простые. Они примерно такие же, как в реальной жизни. Просто в реальной жизни продавец смотрит на вас, когда вы заходите на рынок. Если вы зашли в костюмчике с галстучком, вы скажете, эй, дорогой, покупай яблоки, всего по 50 рублей. Если вы придете сюда в тренерках, то яблоки эти же купите по 30, например. Вы никогда не задумывались, зачем многие сайты требуют зарегистрироваться и заполнить анкету? Все ваши данные, возраст, пол, логины, пароли, адрес, место работы немедленно попадают вот сюда. Это так называемый кукис. Закодированный файл с вашими данными. Он хранится на вашем компьютере, оставаясь невидимым для вас. И отправляется неизвестным вам людям без вашего ведома, когда вы заходите в интернет. Нам говорят, это для нашего удобства, для статистики. Если не вдаваться в технические подробности, то кукис – это те невидимые цифровые метки, которые незримо присутствуют в вашем компьютере и которые преследуют вас вне зависимости от того, что вы делаете. Что вы смотрите, сколько времени вы смотрите, на какие сайты вы заходите, какие страницы вы больше всего смотрите. Если немного разобраться в технических тонкостях, кукисы на вашем компьютере можно вручную отключить. Но тогда большая часть сайтов вас к себе не пустит. Кому вы нужны, будучи анонимным? Некоторые сайты начинают возмущаться. Ты не можешь заходить на наш сайт, если у тебя заблокировано получение куки. Нам требуется кукис. Мы хотим идентифицировать твою машину, идентифицировать пользователя. Мы хотим знать его историю. Это повышает уровень безопасности в наших глазах. Что-то не зашел с неизвестной машиной, неизвестно кто. Имейте в виду, ловкий хакер может перехватить ваши данные и действовать на любом сайте под видом вас. Конечно, бывает такая вещь, как кража личности, кража идентичности. Когда у человека воруют паспорт, номера гни, с НИЛС или еще что-то. И потом это для чего ты используешь? Например, взять кредит. Так называемые кукисы плюс информация, которую мы добровольно сами о себе пишем в социальных сетях, в Одноклассниках, ВКонтакте, составляют полное досье на каждого из нас. Все наши родственники, болезни и политические взгляды в современном цифровом мире каждый обнажен и беззащитен. Можно ли это использовать какими-то спецслужбами? Ну, конечно, можно. Любая бигдата интересна, любые массивы информации интересны. Все это можно обработать, получить, начиная от паттернов поведения людей, что им интересно, что мне интересно. Но кто руководит всей этой системой? Этого человека зовут Стив Крокер. Именно его компания вместе с несколькими партнерами координирует работу всей мировой паутины. Им принадлежит, скажем, список IP-адресов. По большому счету они ведут такой очень аскетичный образ жизни. Если вы зайдете на их сайт, вы увидите, что это очень скромная организация, по крайней мере, с точки зрения разработки сайта и растраты денег на бренд. Марк Цукерберг – основатель известной социальной сети. Личное состояние – 25 миллиардов долларов. Хотя компания Цукерберга ничего не производит. Цукерберг – классический представитель так называемого вида ботаников, которые у нас широко известны, в общем-то. Он учился в Гарварде, недоучился, покинул его для того, чтобы развивать вот этот свой проект, сеть социальную. Этого человека зовут Ларри Эллисон. Крупнейший в мире производитель программного обеспечения, которым пользуются все производители. О нем мало кто слышал, но это самый стремительно богатеющий бизнесмен в мире. Имея личное состояние в 44 миллиарда долларов, в год он в среднем зарабатывает по 22. Именно к этим господам попадают ваши конфиденциальные данные. Вы знаете, что все они подписали так называемый «Акт Патриота»? То есть по требованию властей США они выдадут им ваши персональные данные. Логины и пароль от соцсети, запросы в интернете, СМС-переписку, фотографии и видеозаписи с ваших ноутбуков, планшетов и телефонов. Огромный сборщик информации – это агентство национальной безопасности и киберкомандование США, так называемое «Сайберкомпус». Это невообразимо огромная база. Что тут может быть интересно обычному пользователю? Первое – в распределенных базах из соображений надежности данные технически нельзя удалить. То есть раз попавшая информация, будет жить там вечно. Таких хранилищ несколько. Самое крупное расположено в американском штате Юта. Второе по величине в графстве Йоркшир в Великобритании. Но недавно журналисты обнаружили еще один секретный объект. Взгляните на это здание. Неприступная крепость без окон и дверей расположена в самом центре Нью-Йорка. Долгое время о том, кому принадлежит этот небоскреб и что находится внутри, ходили самые противоречивые легенды. Пока в СМИ случайно не просочились фотографии и письма с грифом «Секретно». Кодовое название небоскреба «Титан Пойнт» фигурирует во многих секретных документах. Первые упоминания таинственного названия о месте встречи Титанов фигурировали в документах, которые предал гласности Эдвард Сноуден. Фотографии из недр цитадели появились лишь летом этого года. Официально в здании располагается крупнейшая телефонная компания. Но если верить секретным документам, обнародованным Эдвардом Сноуденом, именно это место называют «Титан Пойнт». Отсюда идет слежка за правительствами 38 государств, дипломатами ООН и экспертами Международного валютного фонда. Сюда же стекаются все данные о миллионах жителей планеты. На порядке 15 квадратных километров серверных стоек. Вся информация собирается. Сегодня, быть может, ее не могут еще обработать, только собирают. Возможно, обработка идет только по ключевым персонам. Когда-нибудь, когда это будет нужно, когда будет интерес конкретно к вашей фамилии, и конкретно к вашему лицу, можно будет обратиться с запросом к этим данным, а их накопленные – миллиарды, миллиарды терабайт. На самом деле мало кто представляет, какую опасность мы впустили в дом вместе с компьютерами и интернетом. В этом убежден и один из создателей скандально известного сайта компромата Wikileaks – «Беной Кэмп Марк». Не существует такого понятия, как абсолютно надежная система. И сама суть создания хранилищ информации заключается в том, что к ней можно получить доступ. Постоянно делается акцент на создании надежной системы. Но это фантастика, это просто невозможно. Как только информация попадает куда-то на хранение, она становится уязвимой для несанкционированного доступа. Каждый пользователь после таких слов непременно подумает, кому я нужен с моими проблемами или кого интересуют мои личные данные. Пока вся мировая общественность считает так же, АНБ накапливает миллиарды терабайт информации. Эта служба собирает все данные не только о вас, но и во всех ваших электронных приборах. А когда наступит час икс, весь этот массив информации будет способен обрушить самую мощную защиту любого государства или развязать ядерную войну. «Как?» — спросите вы. Ответ лежит на поверхности. Ядерными боеголовками тоже управляют компьютеры. И не исключено, что именно ваш цифровой помощник отдаст команду «Пуск». Мало кто знает, что на самом деле представляет собой компьютерный вирус. Это такая же программа, как и миллионы других полезных, только ее цель — разрушать. Вы, скорее всего, не заметите, что подхватили вирус. Просто зайдете в интернет посмотреть новости или погоду и оп, на ваш компьютер скопируется крошечный файл. Сначала или приходит какое-то сообщение замаскированное как бы от вашего знакомого, как бы там. Вы его запускаете, нажимаете какую-то ссылку, или вы в интернете нажали какую-то интересную ссылку вроде бы с доверенного сайта, ну и открыли маленькую-маленькую калиточку, через которую заползает червячок, и всё, он начинает жить. Видят, что антивирусная система начинает его искать, сразу так в тюмный уголок отползает. Специалисты по компьютерной безопасности объясняют, ваш компьютер легко могут захватить злоумышленники при помощи вируса и делать на нем от вашего имени все что угодно. Например, попытаться взломать чужой банковский счет. Вы и знать об этом не будете, как и о многом другом, о чем вы даже не догадываетесь, используя компьютер. Вредоносный червь тоже возможное программное обеспечение. И задач у него может быть множество. Для начала зомбировать все компьютеры вокруг, объединить их в сеть. И вот мы имеем, предположим, сеть миллиона подконтрольных компьютеров. То есть вы и ваша машина будут работать в интересах определенной группы лиц, возможно, противостоящего нам государству. В начале декабря 2016 года Федеральная служба безопасности России заявила о готовящихся атаках сразу на несколько крупнейших банков страны. По данным российских спецслужб, злоумышленники планировали похитить по меньшей мере 10 миллиардов рублей. Это годовой бюджет среднего российского города. Своё нападение грабители собирались осуществить через интернет, запустив вирус в базу данных банков. И это могло закончиться настоящей катастрофой. Благодаря своевременным действиям российских спецслужб, грандиозное ограбление веку удалось предотвратить. Но означает ли это, что попытка не повторится? Согласно данным отчета американской аналитической компании «Гартнер», количество используемых на сегодняшний день в мире компьютеров превысило отметку в 1 миллиард штук. Это значит, что у каждого седьмого жителя нашей планеты есть устройство, способное выходить в интернет. А теперь представьте, что будет, если хотя бы сотую часть компьютеров объединить в единую боевую сеть. Мы можем оказаться просто в каменном веке. У нас с вами не будет электричества, у нас с вами не будет отопления горячей, холодной воды, у нас с вами не будет газа. И даже в конце концов мы не сможем оповестить население. Город просто вымрет без всякого ядерного удара. Это вполне возможно, если выпустить на волю вирус, способный подчинить себе хотя бы сотую часть компьютеров, созданных человеком. Думаете, такое может быть только в фантастических боевиках? Ошибаетесь. Смертоносный вирус, способный завладеть всеми компьютерами на планете, уже создан. В 2010 году сразу на нескольких предприятиях эксперты в области защиты информации обнаружили удивительную по своим свойствам вредоносную программу. Прямое отличие от компьютерного вируса, что компьютерный вирус обычно наносит вред компьютеру, мобильному телефону, похищает информацию, еще что-то делает. Так вот, StaxNet это первый и пока, наверное, такой самый единственный общеизвестный пример того, как компьютерная программа может физически вывести из строя оборудование. Причем вот этот вот так называемый червь StaxNet, это не просто программа. Это поистине гениальный самовоспроизведящийся код, то есть который можно назвать уже первым шагом в области самостоятельного компьютерного интеллекта. Программа, которая разрушает инфраструктуру, такого мир еще не знал. Осенью 2012 года газета «Нью-Йорк Таймс» пролила свет на происхождение вируса StaxNet. Издание со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах утверждало, что эта программа была разработана совместно разведывательными службами США и Израиля, а направлен вирус против ядерного проекта Ирана. Там был завод, они его построили и обогащали на нем уран. Вирус туда попал, попал во всю эту инфраструктуру, подключился к центрифугам, то есть он заразил компьютер, который управляет оборотами этих центрифуг, и отдал команду на максимальное увеличение оборотов. В любой момент это могло закончиться ядерной катастрофой. Погибли бы сотни людей, а еще тысячи в течение десятилетий умирали от страшных болезней, вызванных облучением. Да, действительно, эти центрифуги из строя вышли, и какая-то часть программы по обогащению урана, она была сорвана. Какому-то там одинокому хакеру это, конечно же, не под силой. Скорее всего, за создание подобного вируса стоит какое-то правительство. Бывший аналитик ЦРУ Мэтью Барролс в книге «Будущее рассекречено» написал, что червю Стакснет удалось нарушить работу почти тысячи центрифуг для обогащения уранового топлива. Позже от всего зараженного вирусной программы оборудования иранцам пришлось избавиться. Оно не подлежало восстановлению. Это убытки в несколько миллионов долларов. Зато удалось избежать ядерного взрыва. Гарантирую вам, что сейчас, когда вы смотрите вот эту программу, скорее всего, с вероятностью 90% на вашем компьютере есть клон программы Стакснет. Просто вы этому червю не интересны, потому что с точки зрения этого червя на вашем компьютере не происходит так называемое сигнальное событие. Смотрите далее. Кибервойна. Как будет выглядеть цифровой апокалипсис? Взорвав эту электростанцию с помощью просто запущенного вируса в нее, то есть можно уничтожить целый город. Уникальная программа, уничтожающая любые объекты. Кто и зачем создал вирус, способный устроить 10 чернобыльских катастроф. Они могут атаковать какие-то объекты, во-первых, атаковать узлы связи, то есть, грубо говоря, отключить интернет, атаковать какие-то финансовые учреждения. Теория заговора. Смотрите прямо сейчас. В августе 2016 года мировые СМИ запестрели сенсационными сообщениями. У Агентства национальной безопасности США похищен код доступа к кибероружию. Программа, которая способна без единого выстрела уничтожить целые государства, вывести из строя все коммуникации и разрушить предприятия до основания. Речь идет о компьютерном вирусе чудовищной разрушительной силы. При наличии какого-то приказа на кибервойну, на еще что-то, группировки, серьезные правительства, они могут достаточно много вреда нанести именно гражданской инфраструктуре. То есть атаковать какие-то объекты, во-первых, атаковать узлы связи, то есть, грубо говоря, отключить интернет, атаковать какие-то финансовые учреждения, банковские карты, еще что-то, чтобы просто парализовать финансовую инфраструктуру. Что станет спусковым механизмом для активации вируса, никто не знает. Сколько таких же, может и пострашнее, компьютерных вирусов уже хранится в секретных лабораториях АНБ и ЦРУ? Но как будет выглядеть цифровой апокалипсис? И кто первый развяжет кибервойну? Это обычное серенькое здание находится в районе Пудун в Шанхае, на восточном побережье Китая. Внешне это обычный 12-этажный жилой дом, однако это здание – один из самых засекреченных и наиболее охраняемых объектов во всем Китае. Многие годы здесь располагается воинская часть Народно-освободительной армии Китая. Представители американского госдепартамента заявляют, именно отсюда ведутся хакерские атаки на США. Встреча лидеров двух государств США и КНР как раз обсуждался этот вопрос, где Обама напрямую обвинил лидера КНР, скажем так, в инициировании подобных кибератак и кибершпионажей. Это сенсационный отчет комиссии, которая по заданию правительства США выясняла, насколько серьезную угрозу представляет собой так называемая кибервойна. Китайский хакер действительно сегодня не из самых крутых на Земле. Постоянно воруются какие-то западные проекты, которые тут же переиздаются в Китае с любыми наполнениями, накачками, формами, видами. Количество кибератак по всему миру резко возросло в 2006 году. Именно в это время в составе главного разведуправления Генштаба армии Китая был создан отдел ЭПТ-1. Доклад комиссии по исследованию кибершпионажа не оставляет сомнений. Китай создал сильнейшее в мире подразделение для ведения кибервойны. Главной целью подразделения ЭПТ-1 является, прежде всего, сбор разведданных и возможной атаки на критически важную инфраструктуру. Насосные станции, электростанции, ветряные генераторы. Отчет компании «Мэйдиан» стал сенсацией. Специалисты по компьютерной безопасности во всем мире были потрясены. Выяснилось, что китайские кибервоенные способны получать доступ к жизненно важным элементам инфраструктуры – линиям электропередач, трубопроводам, плотинам, атомным электростанциям. Согласно скандальному отчету, работа китайской разведки организована по принципу деления на регионы. Каждый отдел отвечает за свой географический район. И самое крупное подразделение занимается США. Алгоритм у самих работ, у китайских товарищей, очень простой. Сначала они взламывают с помощью хакеров, а потом дорабатывают с помощью обычных инженеров. Еще в 2011 году США заявляли о своей готовности начать полномасштабную реальную войну в ответ на войну виртуальную. Америка заявила, если какая-нибудь кибератака приведет к человеческим жертвам, Вашингтон оставляет за собой право ответить запускам крылатых и даже ядерных ракет. Фактически это настоящие военные действия. В киберпространстве они вплотную пересекаются с военными действиями в реальном, на суше, на море, в воздушном пространстве. Это одно из пространств ведения войны. Ключевую роль в этом конфликте будут играть ни танковые клинии, ни ковровые бомбардировки. Судьба миллионов людей будет решаться именно в киберпространстве. На расстоянии тысяч километров хакеры смогут синхронно взорвать атомные электростанции и военные заводы. Фактически исход войны может быть решен за считанные дни или даже часы. Все время менялся базовый театр военных действий. А на первом этапе это была суша, сухопутная армия. Потом это были флоты, потому что основой экономики стала торговля морская. А потом это стала авиация в период Второй мировой войны. А сегодня это космос и контроль за электроник. Кибернетический вызов приняли все ведущие державы. И пока такие гиганты, как Китай, закрывают свое интернет-пространство невидимым железным занавесом, Россия, наоборот, развивает не только оборонительные, но и наступательные технологии. Недаром русских хакеров боятся даже в альмаматор кибервойн Агентства национальной безопасности США. В сентябре 2016 года армия Великобритании решила провести необычные учения. Военные хотели узнать, что будет со страной в случае атаки вооруженных сил России. Просчитав все возможные сценарии, британцы пришли в ужас. Оказалось, что в методах радиоэлектронной борьбы и кибернетического оружия наша страна на порядок опережает все натовские разработки. Как заявил английский министр обороны Майкл Феллон, еще до начала войны Россия может вывести из строя все системы связи. Невидимое противостояние толкает штаты изобретать новые технологии. Что же правительство США собирается противопоставить своим главным конкурентам России и Китаю в гонке кибервооружений? Специалисты Агентства национальной безопасности США занимаются разработкой квантового суперкомпьютера Именно такую информацию от Эдварда Сноудена опубликовала газета Вашингтон-Пост в числе других разоблачений. Лишь несколько сотен человек на Земле поняли, какое значение имеет эта информация. Обычный компьютер способен совершать до нескольких тысяч операций в секунду. Самый мощный компьютер, который стоит на вооружении американских спецслужб, способен выполнять до 300 тысяч операций за то же самое время. Однако квантовый суперкомпьютер, созданный по совершенно другому принципу, будет способен выполнять более миллиарда операций в секунду. Это компьютеры, которые не просто будут, если удастся их довести до ума, не просто будут мощнее современных, они будут несравнимо мощнее современных. Вот как современные компьютеры несравнимо мощнее, скажем, рифмометра. Фантастическое быстродействие этого изобретения открывает невероятные возможности в области разведки. АНБ ежедневно записывает сотни миллионов звонков по всему миру. Для хранения записей даже было специально построено огромное совершенно секретное хранилище данных, которое также находится в ведении АНБ. Вот так оно выглядит. Внешне, казалось бы, ничем не примечательный комплекс из нескольких серых зданий расположен в пустыне в 50 километрах к югу от города Солт-Лейк-Сити в центре Америки. Он, да, введен в эксплуатацию, что это секретный объект с ограниченным допуском, что это фактически целый город построен, такой дата-центр. Создан он для того, чтобы хранить там немеренное количество информации. Центр сбора информации, расположенный в штате Юта, рассчитан на хранение 5 зотобайт данных. Один зотобайт равен 1 триллиону гигабайт памяти компьютера. Для сравнения, обычные компьютеры, которыми пользуется каждый из нас, как правило, имеют объем памяти в 300-400 гигабайт. А в данном случае речь идет о суперкомпьютере с объемом памяти в 5 триллионов гигабайт. Чтобы записать такое количество данных на DVD-носители, нам пришлось бы использовать больше 1 триллиона дисков. Если бы мы сложили их в одну колонну, то она достигла бы высоты в 50 раз превышающей расстояние между Землей и Луной. Именно в этом огромном комплексе хранятся миллиарды фотографий и видеозаписей каждого из нас. Чтобы прослушать и просмотреть все это, нужно было бы нанять миллионы человек. Однако квантовый компьютер в одиночку может заменить 10 миллионов сотрудников разведки. И даже это далеко не предел его возможностей. Тема очень закрытая. И если квантовый компьютер, пока мы с вами сейчас сидим, уже состоялся как нормальная вычислительная среда, и на нем что-то уже начинают делать, ну, например, ломать криптозащиту, то мы об этом не узнаем. Простой пример. Чтобы отдать команду на запуск баллистических ракет в ядерном чемоданчике президента, необходимо ввести сложнейший пароль, который состоит из нескольких десятков символов. Нужно подобрать лишь одну из сотен миллиардов возможных комбинаций. Если эту задачу поручить обычному компьютеру, он решит ее примерно за 300 лет. Если же для этой цели использовать квантовый компьютер, он справится с ней за 7 минут. Товарищи, которые нацелены на прикладные, военные или разведывательные применения квантовых компьютеров, в основном нацелены на взлом. Сноуден предупреждает, когда будет запущен квантовый суперкомпьютер, на Земле больше не останется защищенных файлов. Можно будет вскрыть кодировку любой сложности. Квантовый компьютер имеет неограниченную производительность. Это разрушит весь мир. Новость о том, что российские специалисты находятся в шаге от создания передового квантового компьютера, стало сенсацией в научном мире. Физики создали новый тип ячеек памяти для квантовых компьютеров, которые смогут управлять поведением заблудившихся электронов и хранить необычайно много информации. Эта разработка является важным достижением, которое позволяет российским ученым проводить дальнейшие исследования и усиливает позицию России в мировой гонке по созданию квантовых компьютеров. Сегодня на наших глазах разворачивается киберборьба и остаться в стороне, скорее всего, не удастся ни одному государству мира. Кто может остановить цифровой апокалипсис? В мире не так уж много стран, обладающих своим кибероружием, и Россия одна из них. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова